Куда только не забираются любители лизнуть или пропихнуть социальную заказушку для зомбирования слабоумных. Вот и давеча прослушал я на оппозиционной радиостанции Эхо Москвы передачу «Выбор ясен». Прослушать ее можно по ссылке, которую можно прочитать в аннотации. А называется передача так неспроста, а потому что экспертом ей выступает никто иной, а то ли президент, то ли еще какой-то хрен из высшей экономической школы по фамилии Ясен. Ну так человека зовут. А, вот нашел научный руководитель Национального исследовательского университета высшая школа экономики, министр экономики Российской Федерации с 1994 по 1997 год. Есть такая присказка «Ясен пень». Так говорят, когда все понятно и очевидно. Так обычно и бывает в передачах с этим персонажем, который может по часу размазывать в стиле капитана очевидность. Однако, в этот раз я придал бы этому устоявшемуся выражению «Ясен пень» совсем иную трактовку и, как следствие, иную коннотацию. Он примерно так. «Пень-Ясен». Но не иначе. Скажу сразу, что это мое оценочное суждение. Может, я чего-то и не догоняюсь со своими двумя высшими экономическими образованиями. Я же не профессор высшей школы. Тем более, что многие считают невоспитанностью, когда кто-то отстаивает свою точку зрения в споре со старшими. И неважно, по возрасту старше, званию или должности. У нас так принято. Вот и тут приглашают такого человека, который, может, и был хорош когда-то. А может, и не был никогда. Мудрость приходит с годами. Но не ко всем. К некоторым годы приходят одни. А некоторых мудрость может и покинуть по разным причинам. Кто-то выпадает в конформизм, кто-то в маразм, а некоторые «счастливчики» в кавычках становятся обладателями микса из того и другого. Хотите, расскажу вам, как определить, что как будто бы умный на первый взгляд человек реально впадает в маразм. Это просто. Он начинает общаться с умными людьми, которым что-то объясняет, как будто бы с детьми или с идиотами, считая при этом, что они этого не замечают. Это выражается и в аргументации, и в манере, и в плохо скрываемой заказухе. Одно порадовало. Как Ольга Журавлева, очень умная и корректная ведущая, настоящая профи, я ее часто слушаю, и под конец тонко троллила его, на первый взгляд соглашаясь и восхищаясь его феноменального ума предположениями и предложениями. А Чилл реально продвигал ту бодягу, которую сейчас дуют в дуду все эксперты. Сказку про белого бычка, что пенсионный возраст повышать необходимо, просто делать это нужно было раньше, а вот сейчас настало время, когда уже затягивать больше нельзя и т.д. и т.п. А теперь вот граждан нужно обучать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Граждане должны проявлять сознательность и заботиться о своей пенсии самостоятельно. Вот государство должно просто обеспечить то, с чего люди должны все это откладывать. Ну, то есть пенсию себе. Вот так проинформировала общественность товарищ Ясин. Ну, или господин, уж не знаю. Нужно, говорит он, чтобы государство платило до хера. Ну, не так говорит. Это я так говорю. Но сам-то месседж у него был именно такой. А граждане будут сами заботиться о пенсии, но только вот непонятно, почему начать должны именно граждане. Причем сразу в обоих направлениях. И копить себе на пенсию, и обойтись теми доходами, которые при этом им всячески собираются сократить. Как приятно слушать таких умников. Много дядечка говорил об идеальном устройстве нашего общества, напирая на то, что это дело самих граждан строить такое общество. А еще есть у нас Государственная Дума, которая уж тоже что-то придумает. Думаешь все-таки. И все они сейчас поют о том, что люди стали жить дольше, а потому и работать должны тоже дольше. Вот даже если принять как факт тот рост продолжительности жизни, о котором они говорят, что, кстати, вызывают смутные сомнения после посещения кладбищ и просматривания дат рождения и смерти на могильных камнях, то все равно неправильно проводить опрямую корреляцию между продолжительностью жизни и возрастом выхода на пенсию. Но для начала риторический вопрос. Ну предположим, что из-за всех этих судьбоносных реформ с пенсиями, налогами и прочих забот о гражданах, эти граждане вдруг начнут загибаться раньше. От такого повышения уровня жизни и роста показателей, в кавычках разумеется, соответственно, в какой-то момент снизится и продолжительность жизни. Вот кто-нибудь считает из вас, что это послужит поводом отмотать возраст выхода на пенсию к более раннему сроку? Ну, вы сами знаете ответ на вопрос на этот? Ой, я что-то сильно сомневаюсь, что поднимутся какие-то товарищи и скажут, знаете, граждане стали жить меньше, давайте сократим пенсионный возраст. Пусть люди выходят на пенсию в 50 лет, в 45 пускай выходят вообще, вот так должно быть. Ой, сомневаюсь, так будет. Ну ладно, следуя банальной логике и будучи последовательными в своих суждениях, можно считать теорему о неправильности прямой корреляции средней продолжительности жизни и более поздним возрастом выхода на пенсию, доказанной методом от противного. Странно, что мы этого никогда не слышим, и никто не воспользовался таким нехитрым инструментом, который дается еще в школе, чтобы понять всю разводягу от навязываемой нам реформы. А давайте сразу так, а почему бы в нормальном развитом государстве или в развивающемся, которое там семимильными шагами поднимается с колен и так далее, не поставить целью добиться более раннего выхода на пенсию при увеличении продолжительности жизни? Вот ведь это вполне себе реально высокая и правильная цель добиться такого уровня развития, чтобы гражданам можно было работать только половину жизни, а остальную половину жить на пенсии. Утопия, скажете вы? Точно. Хотя бы даже потому, что если кто-то и сможет из самозанятых предпринимателей заработать себе денег для выхода на пенсию в раннем возрасте, то нам уже и тут объясняют, что важно не только, чтобы государство не платило пенсию как можно дольше, а лучше, чтобы вообще не платило, следуя из логики самого государства, но и заставляло работать как можно дольше, желательно до смерти, чтобы до последнего облагать налогами все доходы граждан, в том числе и пенсионным налогом. А ведь можно, вероятно, достичь описанной выше утопической цели, ведь все зависит от поставленных задач. Задачи просто нужно ставить так, как надо, правильно, а затем превращать их в реальные планы, планы графики, и не нужно для этого быть семипядей во лбу, чтобы понимать банальные вещи на уровне логики и здравого смысла. Если отцы нации реально и искренне ратуют за процветание простого люда, то почему бы им не применить хорошо отработанные средства зомбирования люмпинозного населения для программирования и зомбирования, и создания той же армии, реальной армии профессиональных чиновников, не профессиональных чиновников, скажем так, чиновников-профессионалов, готовых работать за идею на одном только патриотизме и жажде оставить свой след в истории, как реальных реформаторов, выведших Россию в реальные экономические лидеры. Представляйте себе чиновников, не разграбляющих бюджет, а реальных созидателей, умело, за совесть, а не искорысти, выполняющих свою прямую работу. Ведь все несворованные финансы этими товарищами наполнят, а вернее не уменьшат и так профицитный даже в ситуации тотальной коррупции бюджет до такой степени, что не нужно будет заботиться о том, как ободрать своих же граждан с помощью недодавания положенного и отъема излишков, а в кавычках излишков разумеется. Можно на годы освободить будет самозанятое население и мелкий бизнес от налогов, дав развиться инфраструктуре и увеличив в несколько раз потенциальную налогооблагаемую базу, так как многие выйдут из тени. Да люди даже с удовольствием начнут платить налоги, если они грабительскими не будут. Ведь все зависит от поставленной задачи. Правильно поставленная задача – это половина решения. Огромная часть второй половины – выбор метода достижения цели. В первой части мы видим иной раз правильное декларирование – рост экономики, высокие технологии, улучшение благосостояния. В общем, опять же, декларация того, что мы и сами знаем. Мы знаем, что нужно жить хорошо и не нужно жить плохо. Мы это и сами знаем. Нам об этом можно не говорить. Вы нам расскажите, как. И вот выбор методов страдает нещадно. И он не может быть сделан правильно до тех пор, пока планируется решать все проблемы бюджета с помощью ограбления населения теми или иными прямыми или косвенными методами. Но однозначно должны быть иные методы. Методы, которые делаются не за счет самого населения. Это уж однозначно. Однозначно. Сентенция проста для безобразия. То, что делается для блага граждан, не должно делаться за счет их ограбления. Вот только уже одно это правило, возведенное в основной управленческий императив, способно в корне изменить все подходы к управлению внутренней экономикой государства. А дальше можно отплясывать от этого положения разными путями, с помощью разных выкладок. Ведь не секрет, что обслуживает отцов народа далеко не глупое окружение, среди которого найдется немалое количество столыпиных. Эти люди решают умело те задачи, которые им ставят, и теми способами, которые в виде стратегии спускаются им свыше. Будет заказ на решение проблем и методами, способными не затрагивать население. И способы будут изысканы. Остается только последний вопрос. А нужно ли это отцам? Вот это самый важный вопрос. До тех пор, пока большинству граждан остается неясным вопрос о том, что является главным действующим мотивом при принятии тех или иных, связанных с бюджетом, решений, нет ни малейшей надежды на изменения. Но если гражданам это все равно, или они не проводят правильную корреляцию, и не видят связи, все бесполезно. Им можно будет объяснять как угодно любое положение вещей. А ведь изменения диктуются не только желанием или нежеланием находиться в том же положении, а в видении способов и пониманием мотивов тех, кто принимает важнейшее решение. Шершеляфам говорят французы, что переводится как «ищите женщину». Что в контексте применительно к любой ситуации означает «ищите мотивы». Вообще, важно понимать тот момент, что внутренняя экономика не равна понятию «наполнить бюджет». С натяжкой еще можно было бы сказать «распределить бюджет», не украв из него. Но это только малая часть, этого будет мало. Бюджет – это не причина. Бюджет – это следствие внутренней экономики. Следовательно, бюджет хорошо наполняется тогда, когда экономика не в коллапсе, когда она развивается. И уж совсем через жопу выглядит решение экономических проблем путем наполнения бюджета криминальными методами. Экономика наполняет бюджет, а не бюджет наполняет экономику. Очень странно, что эксперты-экономисты типа Ясина молчат об этом в тряпочку. Хотя уж че тут странного. Ситуация проста и Ясин пень.